Густав Лубер, Л'Эдукасион Сантименталь, Воспитание Чувств, История молодого человека. Часть вторая. Глава шестая. Возвращение в Париж не порадовало его. Был конец августа, вечер. Бульвары, казалось, опустили, у прохожих были хмурые лица. Кое-где дымились чаны с асфальтом. Во многих домах ставни были закрыты наглухо. Фредерик приехал домой. Обои покрылись пылью. Обедая в полном одиночестве, он поддался странному чувству, как будто он всеми покинут. И тут же подумал о мадемуазель Рокк. Мысль о женитьбе уже не казалась ему чем-то чудовищным. Они будут путешествовать. Поедут в Италию. На восток. Ему представлялась Луиза. Она стоит на вершине холма, любуется видом или, опираясь на его руку, осматривает флорентийскую галерею, останавливается перед картинами. Радостно будет видеть, как это милое существо расцветает под лучами искусства и природы. Оторвавшись от своей среды, она очень скоро станет прелестной подругой. К тому же его соблазняло и состояние Рокка. Все же это решение претило ему, как слабость, как унижение. Но он был твердо намерен, чего бы то это ни стоило, изменить свою жизнь. То есть не растрачивать сердце на бесплодные страсти и даже колебался исполнить поручение данной Луизой. Надо было приобрести для нее у Жака Арну две большие раскрашенные статуэтки, изображавшие негров, точно такие, как в префектуре Труа. Она запомнила вензель фабриканта и попросила купить их только у него. Фредерик не хотел идти в тот дом из боязни, что в нем оживет былая любовь. Весь вечер его занимали эти мысли. Он собирался уже ложиться спать, как вдруг в комнату вошла женщина. — Это я, — со смехом сказала мадемуазель Ватнас, — по поручению Розанетты. — Так, значит, они помирились? — Боже мой, ну да! Вы же знаете, я не злопамятна. Вдобавок, бедняжка Розанетта слишком долго рассказывать. Короче говоря, капитанша хотела его видеть. Она ждала ответа на свое письмо, пересланное из Парижа в Нажан. Мадемуазель Ватнас не было известно его содержание. Фредерик осведомился о капитанше. Теперь она жила с человеком очень богатым, русским князем Чернуковым, который увидел ее прошлым летом во время скачек на Марсовом поле. Целых три экипажа, верховая лошадь, слуги в ливреях, гром по английской моде, загородный дом, ложа в итальянской опере и еще многое другое. Вот какие дела, дорогой мой. Ватнас, как будто ей тоже пошла на пользу перемена в судьбе Розанетты, казалось, повеселела. Была вполне счастлива. Она сняла перчатки и стала рассматривать мебель, безделушки, словно антиквар. Она определяла их настоящую цену. Ему следовало бы спросить ее совет, а тогда они достались бы ему гораздо дешевле. Она хвалила его вкус. Примила очень хорошо. Никто лучше вас не сумел бы обставить дом. Заметив в олькове позади изголовья дверь, она спросила, — Вы отсюда выпускаете дамочек? Ага. И дружески взяла его за подбородок. Он вздрогнул от прикосновения ее длинных рук, тонких и нежных. Рукава у нее были обшиты кружевами. Лив зеленого платья отделан шнуром, как у гусара. Черная тюлевая шляпа с опущенными полями слегка закрывала лоб. Из-под шляпы блестели глаза, волосы пахли почулями. Кенкет, стоявший на круглом столике, освещал ее снизу, словно театральная рампа. И от этого еще резче выделялся подбородок. Глядя на эту некрасивую женщину, гибкую, как пантера, Фредерик почувствовал непреодолимое вожделение, порыв животной страсти. Вынув из кармана три листка бумаги, она елейным тоном спросила, — Ведь вы возьмете? Это были билеты на бенефис Дель Мара. Как? На его бенефис? Ну да. Мадемуазель Ватнас, не пускаясь в объяснение, прибавила, что обожает его больше, чем когда-либо. По ее словам, актер был окончательно признан одной из знаменитостей нашего времени. Он воплощал в себе не тот или иной персонаж, выводимый на сцене, а самый гений Франции — народ. У него гуманная душа, ему понятно таинство искусства. Чтобы положить конец этим восхвалениям, Фредерик поспешил заплатить ей за все три места. Там вы можете не говорить об этом. Боже мой, как поздно мне пора. Да, чуть не забыла дать вам адрес. Улица Гранж-Бательер, 14. Она уже стояла в дверях. «Прощайте, человек, которого любят». «Кто любит?» — спрашивал себе Фредерик. «Что за странная особа». И ему пришло на память, что однажды Дюссардье сказал о ней. «О, она не многого стоит», точно намекая на какие-то темные истории. На другой день он отправился к капитанше. Жила она в недавно выстроенном доме. Маркизы, затенявшие окна, нависали над улицей. На площадках лестницы были зеркала. Перед окнами — корзины с цветами. По ступеням спускалась полотняная дорожка. Всех, кто входил сюда, обдавала приятной свежестью. У Розанетта была и мужская прислуга. Ему отворил лакей в красном жилете. Налево, через приоткрытую дверь столовой, видны были пустые бутылки на буфетах, салфетки на спинках стульев, а параллельно столовой тянулась галерея, где золоченые палки подпирали шпалеры роз. Внизу, во дворе, двое слуг, засучив рукава, чистили коляску. Их голоса смешивались с прерывистым стуком скребницы о камень. Лакей вернулся, сказал, «Барыня просит пожаловать!» И провел Фредерико через вторую, переднюю и большую гостиную, обтянутую желтой парчой, со шнурами по углам, которые соединялись на потолке и как будто переходили в крученные ветви люстры. Прошлой ночью здесь, очевидно, пировали. На консолях остался пепел сигар. Наконец, Фредерико очутился в своего рода будваре, который мягко освещался окнами с цветным стеклом. Над дверью красовались вырезанные из дерева три листники. За блюстрадой три пурпурных матраца, служившие диваном, а на них валялась трубка платинового кальяна. Над камином вместо зеркала висела пирамидальная этажерка с целой коллекцией диковинок. Старинные серебряные часы, богемские рожки, пряжки с драгоценными каменями, пуговицы из нефрита, эмали, китайские идолы, византийский образок богоматери в ризе из позолоченного серебра. Все в этом золотистом сумраке сливалось с голубоватым ковром, с перламутровым отблеском табуретов и рыжевато-коричневой кожаной обивкой стен. По углам на тумбочках стояли бронзовые вазы с букетами цветов, распространявших тяжелое благоухание. Розанетта появилась в розовой атласной курточке, в белых кашемировых шароварах, с ожерельем из пиастров и в красной шапочке, вокруг которой вела светка Жасмина. Фредерик не мог скрыть своего изумления. Овладев собой, он сказал, что принес требуемое и подал ей банковый билет. Она оторопела, уставилась на него. Он, не зная, куда положить ассигнацию, продолжал держать ее в руке. — Берите же! Она схватила ее и бросила на диван. — Вы очень любезны. Деньги понадобились ей для ежегодного взноса за земельный участок в Бельбю. Фредерик был обижен такой бесцеремонностью. Впрочем, тем лучше. Это отместка за прошлое. — Садитесь, — сказала он. — Вот сюда, поближе. И перешла на серьезный тон. — Прежде всего я должна поблагодарить вас, дорогой мой. Ведь вы рисковали жизнью ради меня. — О, какие пустяки! — Что вы! Это же прекрасно! Благодарность капитанши смущала Фредерика. Очевидно, она думала, что дрался он исключительно ради Арну, который, вообразив это себе, не удержался и рассказал ей. — Она чего доброго смеется надо мной, — размышлял Фредерик. Делать здесь ему было нечего. И, сославшись на важное свидание, он поднялся. — Нет, нет, оставайтесь! Он снова сел и похвалил ее костюм. Она удрученно ответила. — Князь любит, чтобы я так одевалась. — Еще надо курить из вот этих штук, — прибавила Розанетта, показывая кальян. — А что, не отведать ли? — Хотите? — Принесли огня. Металлический сплав накалялся медленно, и Розанетта от нетерпения затопала ногами. Потом ее охватила вялость, и она неподвижно лежала на тахте, подложив подушку под руку, слегка изогнувшись, поджав одну ногу, а другую вытянув совершенно прямо. Длинная змея из красного софьяна, лежавшая кольцами на полу, обвелась вокруг ее руки. Янтарный мундштук она поднесла к губам, ищури глаза, глядела на Фредерико сквозь дым, клубившийся вокруг нее. От дыхания Розанетты булькала вода. Время от времени слышался ее шепот. — Милый мальчик! — Бедняжка! Он старался найти приятную тему для разговора. Ему вспомнилось ватназ. Он сказал, что, по его мнению, она была очень нарядна. — Еще бы! — ответила капитанша. — Счастье ее, что я существую! И ни слова не прибавило. Столько умолчаний было в их разговоре. Оба чувствовали какую-то принужденность, что-то мешало им. Розанетта действительно считала себя причиной дуэли, которая льстила ее самолюбию. Ее очень удивило, что он не поспешил явиться к ней, похвастать своим подвигом, и, чтобы заставить его прийти, она и придумала попросить у него пятьсот франков. — Почему же в награду он не просит ласки? То была утонченность, приводившая ее в изумление. В сердечном порыве Розанетта предложила ему. — Хотите, поедемте с нами на морские купания? — С кем это? — С нами. — Со мной и моим гусем. Я, как в старинных комедиях, буду говорить, что вы мой двоюродный брат. — Слуга покорный. — Ну так наймите себе квартиру поблизости от нас. Прятаться от богатого человека ему казалось унизительным. — Нет, это невозможно. — Как угодно. Розанетта отвернулась. На глазах у нее были слезы. Фредерик это заметил, и, желая выразить ей участие, сказал, что его радует благополучие, которого она достигла. Она пожала плечами. — Кто же виновник ее огорчений? Или, быть может, ее не любят? — О, нет, меня всегда любят. — Смотря по тому, какой любовью прибавила она. Жалуясь на жару, от которой она задыхается, капитанша сняла курточку, осталась в одной шелковой рубашке и, склонив голову на плечо, приняла позу рабыни-соблазнительницы. Человек, менее рассудительный, не подумал бы о том, что может появиться Виконт, господин Комен или еще кто-нибудь. Но Фредерико слишком часто обманывали эти томные взоры, и он вовсе не хотел подвергаться новым унижениям. Она поинтересовалась, с кем он водит знакомства, как развлекается. Осведомилась даже о его делах и предложила дать ему взаймы, если он нуждается в деньгах. Фредерик не выдержал и взялся за шляпу. — Ну, дорогая, желаю вам повеселиться на морских купаниях. До свидания. Она вытаращила глаза, потом сухо ответила. — До свидания. Он опять прошел через желтую гостиную и вторую переднюю. Там, на столе, между вазой с визитными карточками и чернильницей, стоял серебряный чеканный ларец. То был ларец госпожи Арну. Фредерик почувствовал умиление и вместе с тем стыд, словно стал свидетелем святотатства. Ему захотелось дотронуться до ларца, открыть его. Он побоялся, что это будет замечено, и прошел мимо. Фредерик остался добродетельным до конца. Он не поехал к Арну. Он послал Лакея купить статуэтки негров, снабдив его всеми необходимыми указаниями, и в тот же вечер отправил посылку в Нажан. На другой день по дороге к Деларье он на углу улицы Вивьен и Бульвара столкнулся лицом к лицу с госпожой Арну. Первым движением обоих было отступить назад. Потом одна и та же улыбка появилась у них на губах, и они подошли друг к другу. С минуту длилось молчание. На нее светило солнце, ее овальное лицо, длинные брови, черная кружевная шаль на плечах, платье переливчатого шелка, букет фиалок на шляпке. Все показалось ему блистательным, несравненным. Бесконечной нежностью светились ее прекрасные глаза, и Фредерик на удачу пробормотал первые пришедшие ему в голову слова «Как поживает Арну?» «Благодарю вас». «А ваши дети?» «Очень хорошо». «Какая чудесная погода, не правда ли?» «Да, прекрасная». «Вы за покупками?» «Да». Медленно наклонив головку, она сказала «Прощайте». Она не протянула ему руки, не вымолвила ни одного ласкового слова, не пригласила даже к себе. Не все ли равно? Эту встречу он не отдал бы за самое блестящее приключение, и, продолжая путь, снова и снова переживал ее сладость. Деларье удивило появление друга, но он скрыл свою досаду, так как упорно продолжал питать какие-то надежды относительно госпожи Арну и писал Фредерику, советуя оставаться в Нажане именно для того, чтобы иметь свободу действий. Однако он рассказал, что был у нее, с целью узнать, обусловлена ли ее брачным контрактом общность имущества. В этом случае можно было предъявить иск жене. «А какое у нее было выражение лица, когда я ей сказал о твоей женитьбе?» «Это еще что за выдумка?» «Нужно же было объяснить, зачем тебе понадобились деньги? Человек, равнодушный к тебе, не упал бы от этого в обморок, как она». «Правда?» — воскликнул Фредерик. «Хе, приятель, ты себя выдаешь. Ну, полно же, будь откровенен». Поклонником госпожи Арну владела безграничная малодушие. «Да нет же, уверяю тебя, честное слово». Эти вялые возражения окончательно убедили Деларье. Он поздравил его с успехом, стал расспрашивать о подробностях. Фредерик ничего не рассказал и даже подавил желание выдумать эти подробности. Что до закладной, то он попросил ничего не делать, подождать. Деларье нашел, что Фредерик неправ, и отчитал его. Впрочем, Деларье был теперь еще мрачнее, озлобленнее и раздражительнее, чем раньше. Через год, если в судьбе его не наступят перемены, он отправится в Америку. Или пустит себе пулю в лоб. Словом, все приводило его в такую ярость, и радикализм его был столь велик, что Фредерик не удержался и сказал, «Ты стал совсем как Сенекаль». Тут Деларье сообщил ему, что Сенекалья выпустили из тюрьмы Сент-Пеладжи, так как следствие, по-бидимому, не дало достаточных доказательств для судебного процесса. По случаю его освобождения, Дюсардье на радостях захотел позвать гостей на пунш и пригласил Фредерика присем присутствовать, все же предупредив его, что он встретится с Юсанне, который по отношению к Сенекалью проявил себя с самой лучшей стороны. Дело в том, что при редакции Весельчака была учреждена деловая контора, которая, судя по ее проспектам, состояла из конторы виноторговли, бюро объявлений, отдела розыска и справок и так далее. Но Юсанне опасался, как бы это предприятие не нанесло ущерба его литературной репутации и пригласил математика вести к книге. Место, правда, было неважное, но иначе Сенекаль умер бы с голоду. Фредерик, не желая огорчить честного малого, принял приглашение. Дюсардье еще за три дня сам натер красный плиточный пол своей мансарды, выколотил кресло и вытер пыль с камина, где между сталактитом и кокосовым орехом стояли под серебряным колпаком алебастровые часы. Трех его подсвершников, двух больших и одного маленького, было недостаточно. Он попросил у привратника еще два, и эти пять светильников сияли на комоде, покрытом для большей благопристойности, салфетками, на которых были расставлены тарелки с миндальными пирожными, бисквитами, с добным хлебом и дюжина бутылок пива. Против комода, у стены, оклеенной желтыми обоями, в книжном шкафике красного дерева стояли басни Ла Шамбуди, парижские тайны Наполеон Норвена, а со стены Алькова улыбалась в палисандровой рамке лицо Беранже. Приглашены были, кроме Деларье и Сенекаля, фармацевт, только что окончивший курс, но не имевший средств, чтобы завести свое дело, молодой человек, работавший вместе с Дюсардье в магазине, комиссионер по винной торговле, архитектор и какой-то господин, служивший в страховом обществе. Режимбар прийти не мог. Об его отсутствии пожалели. Фредерик был встречен очень радушно, так как благодаря Дюсардье все знали, что он говорил у Дамбрёза. Сенекаль ограничился тем, что с достоинством протянул ему руку. Он стоял, прислонившись к камину. Остальные сидели, покуривая трубки, и слушали его рассуждения о всеобщем избирательном праве, которое должно привести к победе демократии и осуществлению евангельских принципов. К тому же время настало. В провинции то и дело устраиваются реформистские банкеты. Пьемонт, Неаполь, Тоскана. Это правда, на полусловие перебил его де Ларья. Так продолжаться не может. Он обрисовал положение дел. Голландию мы принесли в жертву, чтобы Англия признала Луи Филиппа. А пресловутый союз с Англией пропал даром из-за испанских браков. В Швейцарии господин Гизо, по внушению Австрии, поддерживает трактаты 1815 года. Пруссия и ее таможенный союз готовят нам немало хлопот. Восточный вопрос остается открытым. Если великий князь Константин шлет подарки герцогу Омальскому, это не дает нам основания полагаться на Россию. А во внутренних делах никто еще не видел такого ослепления, такой глупости. Среди их большинства и то нет единства. Словом, всюду, следуя известному речению, ничего, ничего. И, несмотря на такой позор, они, продолжал адвокат подбоченись, заявляют, что удовлетворены. Этот намек на знаменитый случай с голосованием вызвал аплодисменты. Дюсардье откупорил бутылку пива. Пена забрызгала за навески, он и внимания на это не обратил. Он набивал трубки, резал сдобный хлеб, почивал им гостей, несколько раз спускался вниз справиться, не готов ли пунш. А гости не замедлили прийти в возбужденное состояние, так как все одинаково негодовали на власть. Негодование их было сильно и питалось лишь ненавистью к несправедливости. Но наряду с правильными обвинениями возникали и нелепейшие упреки. Фармацевт сокрушался о жалком состоянии нашего флота. Страховой агент не мог простить маршалу Сульту, что у его подъезда стоят два часовых. Де Ларье обличал иезуитов, которые открыто обосновались в Лилле. Сенекаль еще сильнее ненавидел кузена, чем иезуитов, ибо эклектизм учит нас черпать убеждения в разуме, и этим развивает эгоизм и разрушает солидарность. Комиссионер по виной торговли, мало понимая в этих вещах, во всеуслышание заметил, что о многих подлостях забыли. Королевский вагон на северной железной дороге должен обойтись в восемьдесят тысяч франков. Кто за него заплатит? Да, кто за него заплатит, подхватил приказчик с такой яростью, как будто эти деньги были взяты из его кармана. Посыпались жалобы на биржевиков-эксплуататоров и на взяточничество среди чиновников. По мнению Сенекаля, причину зла следует искать выше и обвинять прежде всего принцев, воскрешающих нравы регенства. Знаете ли вы, что на днях друзья герцога Мон-Пансье возвращались из Венсена, разумеется, пьяные, и потревожили своими песнями рабочих сен-тантуанского предместия? Люди кричали «Долой грабителей!» — сказал фармацевт. «Я тоже там был! Я тоже кричал!» Тем лучше. После процесса теста Кюбьера народ наконец просыпается. «А меня этот процесс огорчил?» — сказал Дюссерди. «Опозорили старого солдата». «А известно ли вам, — продолжал Сенекаля, — что у герцогини де Пролен нашли...» Тут кто-то ударил ногой в дверь, и она распахнулась. «Вошел Юсане. — Приветствую вас, сеньоры!» — сказал он, усаживаясь на кровать. Ни одного намека не было сделано на его статью. Впрочем, он в ней раскаивался, так как ему основательно попало за нее от капитанши. Он прибыл из театра «Дюма», где смотрел «Кавалера де Мезон Руж». Пьесу он находил невыносимой. Подобное суждение удивило демократов. Благодаря своим тенденциям, вернее, своим декорациям, драма эта пришлась им по вкусу. Сенекаль, чтобы окончить спор, спросил, служит ли пьеса делу демократии. «Да, пожалуй. Но что за стиль?» «Так значит, пьеса хороша. Что такое стиль? Важна идея!» Не дав Фредерику возразить, он продолжал. «Итак, я утверждаю, что в деле про Лен...» Юсане прервал его. «Старая песня. Надоела она мне». «И не только вам», — заметил Деларье. «Из-за нее закрыли уже пять газет. Послушайте-ка эту заметку». Вынув записную книжку, он прочитал. С тех пор, как утвердилось лучшее из республик, состоялось 1229 процессов по делам печати, результатом которых для авторов явились 3141 год тюремного заключения и небольшой штраф на сумму 7 110 500 франков. Не правда ли? Мило? Все горько усмехнулись. Фредерик, возбужденный, как и все остальные, подхватил «Мирная демократия привлечена к суду из-за романа, который был там напечатан. Удел женщины». «Вот так-так», — сказал Юсане. «С этими запретами мы, мужчины, не удел окажемся». «И чего только не запрещают», — воскликнул Деларье. «Запрещают курить в Люксембургском саду». «Запрещают петь гимн пию девятому». «Запретили банкет типографчиков», — глухо произнес чей-то голос. Это сказал архитектор, сидевший в полумраке Альковой и до сих пор молчавший. Он добавил, что на прошлой неделе за оскорбление короля вынесли обвинительный приговор некоему Руже. «Ну, песенка Руже спета», — заметил Юсане. Санекаль нашел эту шутку столь неподходящей, что упрекнул Юсане в том, будто он защищает фигляра из ратуши, друга предателя Дюмурье. «Я защищаю?» «Напротив!» Луи Филиппа он считал пошляком, солдафоном, лавочником и мещанином, каких мало. Приложив руку к сердцу, журналист произнес сакраментальные фразы «Каждый раз с новым удовлетворением». «Польский народ не погибнет! Наши великие дела будут завершены! Не откажите мне в деньгах для моей дорогой семьи!» Все много смеялись и находили, что он чудесный, остроумный, малый. Веселье удвоилось, когда внесли чашу с пуншем, заказанным внизу, в распивочной. Пламя спирта и пламя свечей быстро нагрело комнату. Свет, падавший из окна мансарды во двор, доходил до края противоположной крыши, где на фоне ночного неба черным столбом возвышалась труба. Говорили очень громко, все разом. Сюртуки сняли, натыкались на стулья, чокались. Юсене воскрикнул. «Пригласите сюда знатных дам! Пусть и у нас будет Нельская башня! Больше местного колорита что-нибудь рембрандтовское! Разрази меня, Господь!» А фармацевт, без устали размешивая пунш, запел во все горло. «Моя кленовая телега легко докатит до села. Везут телегу до ночлега два белых с золотом вала». Сенекаль зажал ему рот рукой. Он не любил беспорядка. В окна уже выглядывали жильцы, удивленные необычным шумом, доносившимся из мансарды дю Сардье. Добрый малый был счастлив и сказал, что ему вспоминаются их прежние сборища на набережной Наполеона. Кое-кого, однако, не хватает. Например, Пелерена. «Без него можно обойтись», — заметил Фредерик. Деларье осведомился о Мартиноне. «Что-то поделывает этот интересный господин». Тут Фредерик дал волю своей неприязни к Мартинону и принялся критиковать. Его ум, характер, поддельный лоск всю его особу. Типичная выскочка из крестьянской среды. Новая аристократия, буржуазия, не может равняться с прежней знатью, с дворянством. Он настаивал на этом, и демократы соглашались, как будто Фредерик принадлежал к старой аристократии, а сами они бывали в домах новой знати. Фредерико все были очарованы. Фармацевт сравнил его даже с господином Д'Альтунше, который стоял за «народ», хотя и был пэром Франции. Пора было расходиться. На прощание пожимали друг другу руки. Умиленный Дюссардье пошел провожать Фредерико и Деларье. Едва они оказались на улице, адвокат словно задумался о чем-то и с минуту, помолчав, спросил «Так ты очень сердит на пелерену?» Фредерико не стал скрывать свои досады. Но ведь художник снял с витрины свою пресловутую картину. Не стоит ссориться из-за пустяков. Зачем наживать себе врага? Он поддался вспышке гнева, извинительной, когда у человека пусто в кармане. — Тебе этого не понять. Когда Деларье дошел до своего подъезда, приказчик не отстал от Фредерико. Он даже постарался уговорить его купить портрет. Дело в том, что пелерен, утратив надежду запугать Фредерико, прибегнул к помощи друзей, которые должны были убедить его взять картину. При следующей встрече Деларье снова заговорил о том же и проявил настойчивость. Требования художника он считал основательными. — Я уверен, что за какие-нибудь пятьсот франков... — Ну, так отдай ему эти деньги. — Вот, возьми, — сказал Фредерико. В тот же вечер картину принесли. Она показалась Фредерику еще более ужасной, чем в первый раз. Тени и полутени столько раз были закрашены, что сделались свинцовыми и как бы потемнели, выделяясь на фоне кричащих пятен света. Фредерик, вознаграждая себя за приобретение картины, жестоко ее разругал. Деларье поверил другу на слово и одобрил его поведение. Он стремился, как и прежде, образовать фалангу и стать во главе ее. Некоторые люди наслаждаются тем, что принуждают своих друзей делать неприятные для них вещи. Фредерик больше не посещал Домброзов. У него не было денег. Да и потребуется бесконечное объяснение. Он не знал, на что решиться. Пожалуй, он был прав. Теперь ни в чем нельзя быть уверенным. В каменно-угольной компании не более, чем в другом предприятии. Надо порвать с кругом Домброзов. Деларье окончательно уговорил его не связываться с этим делом. От ненависти к богачам он становился добродетельным. К тому же Фредерика он предпочитал видеть небогатым. Так они оставались на равной ноге и в более тесном общении друг с другом. Поручение мадемуазель Рок было исполнено очень неудачно. Ее отец написал об этом Фредерику, давая новые, самые подробные указания и заканчивая письмо следующей шуткой. «Боюсь, что вам придется потрудиться, как негру». Фредерику ничего не оставалось, как только отправиться к Орну. Он вошел в магазин. Там никого не было. Торговый дом пришел в упадок. Приказчики в своей нерадивости не уступали своему патрону. Он прошел мимо длинных полок, уставленных фаянсовой посудой и занимавшей всю середину помещения. А, подходя к прилавку, который находился в самой глубине, стал ступать как можно тяжелее, чтобы кто-нибудь услышал его шаги. Приподнялась портьера. Появилась госпожа Орну. «Как? Это вы? Вы здесь?» «Да», — пробормотала она, несколько смущенная. «Я искала...» На конторке он заметил ее носовой платок и догадался, что к мужу она зашла, наверное, чем-нибудь обеспокоенная, в надежде выяснить недоразумение. «Но вам, может быть, что-нибудь нужно?» — спросила она. «Так, безделицу, сударыня. Эти приказчики невыносимы, вечно куда-нибудь уходят». «Зачем порицать их? Он, напротив, рад этому стечению обстоятельств». Она с иронией посмотрела на него. «Ну, а как же ваша свадьба?» «Какая свадьба? Ваша? Моя? Да никогда в жизни!» Она жестом выразила недоверие. «А даже если бы и так, мы ищем прибежище в посредственности, отчаявшись в той красоте, о которой мечтали». «Однако не все ваши мечты были столь невинны». «Что вы хотите сказать?» «Если вы ездите на скачки с такими особами?» Он проклял в душе капитаншу. На помощь ему пришла память. «Но ведь когда-то вы сами просили меня встречаться с ней ради Орну». Она ответила, покачав головой. «И вы воспользовались случаем, чтобы поразвлечься». «Боже мой, не стоит думать об этих глупостях. Вы правы, раз вы собираетесь жениться?» Кусая губы, она подавила вздох. Он бескликнул. «Но я же говорю вам, что это не так. Неужели вы можете поверить, будто я с моими духовными запросами, моими привычками заруюсь в провинции, чтобы играть в карты, присматривать за рабочими на постройке и разгуливать в деревянных башмаках? И чего ради? Вам сказали, что она богата ведь, так? Деньги для меня ничто. Если я стремился к самому прекрасному, самому пленительному на свете, к ангелу воплоти, если я, наконец, нашел этот идеал, если это видение скрывает от меня все остальное...» Обеими руками он сжал ее голову и стал целовать в глаза, повторяя. «Нет! Нет! Нет! Я никогда не женюсь! Никогда! Никогда!» Она принимала эти ласки, замирает изумление и восторга. Хлопнула наружная дверь магазина. Госпожа Арно отскочила и вытянула руку, словно приказывая ему молчать. Шаги приближались. Потом кто-то спросил из-за двери. «Сударыня, а вы здесь?» «Войдите!» Когда щитовод отворил дверь, госпожа Арно стояла, облокотясь на прилавок, и спокойно вертела в руке перо. Фредерик встал. «Честь имею кланяться, сударыня! Сервиз будет готов, не правда ли? Могу рассчитывать!» Она ничего не ответила. Но молчаливое сознание сообщничества зажигло ее лицо всеми оттенками румянца, какие знает прелюбодеяние. На следующий день Фредерик снова пошел к ней. Его приняли, и, желая воспользоваться достигнутым, он сразу же, без всяких отступлений, начал оправдываться в том, что было на Марсовом поле. С этой женщиной он оказался совершенно случайно. Допустим, что она красива. На самом деле это не так. Как может она хоть на минуту завладеть его мыслями, если он любит другую? «Вы же это знаете! Я вам говорил!» Госпожа Арну опустила голову. «Очень жаль, что говорили. Почему?» «Простое чувство приличия требует теперь, чтобы я больше с вами не встречалась!» Он стал уверять ее, что любовь его чиста. Прошлое служит порукой за будущее. Он дал себе слово не тревожить ее покоя, не волновать своими жалобами. Но вчера мое сердце не выдержало. Мы больше не должны вспоминать об этой минуте, друг мой. Однако что же тут дурного, если общая печаль сольет воедино два бедных существа? Ведь вы тоже несчастливы. «Ой, я знаю, у вас нет никого, кто утолял бы вашу потребность в любви, в преданности. Я буду делать все, что вы хотите. Я вас не оскорблю, клянусь вам». Он упал на колени, невольно склоняясь под бременем своего чувства. «Встаньте», — сказала она. «Я приказываю». И властно объявила ему, что он никогда больше не увидит ее, если не повинуется сейчас же. «Меня не пугают ваши угрозы», — ответил Фредерик. «Что мне делать в этом мире? У других все помыслы направлены на добывание денег, славы, власти. У меня нет положения в свете. Вы — мое единственное занятие. Все мое богатство, цель, средоточие моей жизни, моих мыслей. Без вас я не могу жить, как без воздуха. Разве вы не чувствуете, как моя душа рвется к вашей душе? Не чувствуете, что они должны слиться, и что я умираю?» Госпожа Орну задрожала всем телом. «Уйдите, прошу вас». Растерянность, написанная на ее лице, остановила его. Он сделал шаг к ней, но она отступила, умоляюще сложив руки. «Оставьте меня, ради Бога! Сжальтесь!» И так сильна была его любовь, что он ушел. Вскоре он рассердился на себя, обозвал себя дураком, и на следующий день снова отправился к ней. Госпожи Орну не было дома. Он стоял на площадке лестницы, вне себя от ярости, от возмущения. Орну появился и сообщил, что жена уехала утром в отель, пожить в загородном домике, который они там снимают с тех пор, как продали свою дачу в Сен-Клу. Обычные ее причуды. Что же, ей это удобно. Да и мне, в сущности, тоже. Пускай. Победаем вместе. Фредерик, сославшись на неотложное дело, поспешил в отель. Госпожа Орну от радости вскрикнула, и все его негодование испарилось. Фредерик не заговорил о своей любви. Чтобы внушить ей полное доверие, он был преувеличенно сдержан. Зато, когда спросил, можно ли ему снова приехать, она ответила, ну, конечно, и протянула руку, но тотчас же отдернула ее. С этого дня наезды Фредерико участились. Кучеру он всякий раз всулил крупные чаевые. Но часто, когда медленная езда выводила из терпения, он выскакивал из экипажа, потом, запыхавшись, влезал во мнебус, и с каким презрением вглядывался он в лица пассажиров, которые сидели против него и ехали не к ней. Дом ее он узнавал издали по огромной жимолости, закрывавшей одну сторону деревянной крыши. Это было нечто вроде швейцарского шале, выкрашенного в красный цвет с балконом. В саду росли три старых каштана, а посередине, на пригорке, стоял большой соломенный зонт с ножкой в виде обрубка древесного ствола. Цепляясь за черепицы ограды, по ней велась виноградная лоза, свисавшая местами, как толстый прогнивший канат. Долго заливался у калитки туго натянутый колокольчик. Открывать обычно медлили, и каждый раз Фредерик испытывал тревогу, безотчетный страх. Наконец, шлепая туфлями по песку, выходила служанка, или появлялась сама госпожа Арнольд. Как-то раз, когда он пришел, она стояла на коленях спиной к нему и искала в траве фиалки. Дочь из-за ее дурного характера пришлось отдать в монастырский пансион. Мальчуган днем бывал в школе. У Арну много времени отнимали завтраки в Пале Рояль в обществе режим бара и дружище Кампена. Влюбленным не грозило появление незваного гостя. Они твердо решили, что не должны принадлежать друг другу. Это решение, предохранявшее их от опасности, облегчало сердечное излияние. Она поведала ему о своей прежней жизни в Шартре, матери. О том, какая набожная она была в двенадцать лет, как потом увлеклась музыкой и до поздней ночи пела у себя в комнате окно, которое выходило на крепостной вал. Он рассказал ей о своей меланхолии в школьные годы и о том, как в его поэтических мечтах сиял образ женщины. Вот почему, увидев ее впервые, он сразу ее узнал. Но обыкновенно в своих беседах они касались тех лет, когда уже были знакомы. Он вспоминал о разных мелочах, о том, какого цвета было ее платье тогда-то, кто приходил к ней в такой-то день, что она говорила, и она в полном восхищении отвечала «Да, помню». У них были одинаковые вкусы, суждения. Нередко, слушая госпожу Арну, Фредерик восклицал «Я тоже!» или она отзывалась на его слова «Да, и я тоже!» Потом следовали бесконечные сетования на проведение. Почему неугодно было Богу, если бы мы встретились раньше? «Если бы я была моложе», — вздыхала она. «Нет, мне надо бы быть старше». Им рисовалась жизнь, занятая только любовью, столь богатая смыслом, что ею заполнилось бы самое глубокое одиночество, несравнимое ни с какой радостью, побеждающее всякое горе, жизнь, где время текло бы незаметно в непрестанном излиянии чувств, нечто ослепительное и возвышенное, как мерцание звезд. Они почти всегда сидели на открытом воздухе, на крыльцо дома. Верхушки деревьев, тронутых осенней желтизной, неровными рядами уходили вдаль, вплоть до бледной полосы горизонта. Или же они шли в конец аллеи и располагались в беседке, где не было другой мебели, кроме серого, обитого холстом дивана. Зеркало было усеяно черными точками, от стен пахло плесенью, и они засиживались здесь, увлеченно беседуя о себе, о других, обо всем на свете. Иногда лучи солнца, проникнув сквозь ставни, протягивались от пола до потолка, подобные струнам лиры. Пылинки кружились вихрем в этих сверкающих полосах. Госпожа Арну забавлялась, рассекая их движением руки. Фредерик осторожно брал эту руку и рассматривал сплетение вен, оттенок кожи, форму пальцев. Каждый из них был для него почти живым существом. Она подарила ему свои перчатки, а неделю спустя носовой платок. Она звала его Фредерик, он ее звал Мари, поклоняясь этому имени, созданному, по его словам, для того, чтобы его шептали в минуты экстаза. Имени, которое как бы заключало в себе облака Фемиама, лепестки розы. Наконец, они стали заранее назначать дни свиданий. Будто невзначай, выходя из дому, она шла по дороге навстречу ему. Погруженная в ту беззаботность, которая отличает истинное счастье, она не старалась распалять его страсть. В то время она постоянно носила коричневый шелковый капот, обшитый по краям бархатом такого же цвета. Удобную, просторную одежду, которая шла к мягкости ее движения и серьезному выражению лица. К тому же она вступала в осеннюю пору женской жизни, пору нежности и размышлений, когда зрелость зажигает взгляд пламенем более глубоким, когда сила чувства сочетается с жизненным опытом, и женщина, достигнув полноты расцвета, расточает сокровища гармонии и красоты. Никогда раньше в ней не было такой мягкости, такой снисходительности. Уверенная в том, что падение не совершится, она отдавалась чувству, право на которое, как ей казалось, было завоевано пережитыми огорчениями. Притом, это было так чудесно, так ново. Какая пропасть между грубостью Арну и поклонением Фредерика! Он боялся сказать лишнее слово, которое могло отнять у него все, чего он добился, и говорил себе, что счастливый случай может представиться снова, а сказанную глупость поправить нельзя. Он хотел, чтобы она сама отдалась ему, не думал принуждать ее. Он наслаждался уверенностью в ее любви, словно предвкушая миг обладания, и прелесть ее больше волновала его душу, чем чувство. То было неизъяснимое блаженство, такое упоение, что он забывал о самой возможности полного счастья. В разлуке с ней его терзали страстные желания. Вскоре их беседы стали прерываться долгими минутами молчания. Иногда, как бы стыдясь своего пола, они краснели. О любви говорили все уловки, к которым они прибегали, чтобы скрыть ее, и чем сильнее она разгоралась, тем они были сдержаннее. Этот взаимный обман обострил их чуткость. Они без устали наслаждались запахом влажной листвы, страдали, если дул восточный ветер, переживали беспричинные волнения, поддавались зловещим предчувствиям. Шаги, треск половицы, пугали их, как будто они были преступники. Они чувствовали, что их влечет к пропасти. Их окутывала грозовая атмосфера, и если у Фредерико вырывались жалобы, она обвиняла себя. Да, я поступаю нехорошо. Можно подумать, что я кокетка. Не приезжайте больше. Он повторял прежние клятвы, которые она каждый раз слушала с радостью. Ее возвращение в Париж и новогодние хлопоты прервали на время их встречи. Когда он снова посетил ее, в его манерах появилось что-то более решительное. Она каждую минуту выходила, распоряжаясь по хозяйству, и, несмотря на его просьбы, принимала всех этих буржуа, навещавших ее. Разговоры шли о Леотаде, Гизо, Папе, восстании в Палермо и банкете двенадцатого округа, который внушал беспокойство. Фредерик отводил душу, возмущаясь правительством, ибо ему, так же, как и де Ларье, хотелось полного переворота, до того он был теперь озлоблен. Хмурилась и госпожа Арну. Муж ее не знал, удержу в сумасбродствах, содержал одну из работниц своей фабрики, ту самую, которую называли Бордоской. Госпожа Арну сообщила об этом Фредерику. Отсюда ему хотелось излечь вывод в свою пользу, ведь ей же изменяют. «У меня это нисколько не волнует», сказала она. Этот ответ, как ему казалось, окончательно упрочил их близость. «Нет ли подозрений у Арну?» «Нет, теперь нет». Она рассказала, что однажды вечером, оставив их наедине, Арну вскоре вернулся и подслушивал у двери, а так как они разговаривали о вещах безразличных, то он успокоился. «А ведь он прав», с горечью сказал Фредерик. «Да, конечно». «Лучше бы она этого не говорила». Однажды ее не оказалось дома в такое время, когда Фредерик обычно приходил. Он воспринял это как измену. Другой раз он подосадовал, что цветы, которые он ей приносит, всегда остаются в стакане с водой. «Где же им быть, по-вашему? О, только не здесь. Впрочем, тут им, пожалуй, не так холодно, как у вашего сердца». Несколько дней спустя он упрекнул ее в том, что накануне она ездила в итальянскую оперу и не предупредила его. Другие видели ее, любовались ею, быть может, влюблялись в нее. Фредерик не отказывался от своих подозрений только потому, что хотел ее упрекнуть, помучить. Он начинал ненавидеть ее и считал вполне естественным, чтобы ей досталась доля его страданий. Однажды днем, это было в середине февраля, он застал ее в большом волнении. Эжен жаловался на боль в горле. Однако доктор сказал, что это пустяки, сильная простуда, грипп. Фредерико поразило, что ребенок какой-то сонный. Все же он постарался успокоить мать, привел в пример нескольких малышей, которые перенесли такую же болезнь и скоро выздоровели. Правда? Но, разумеется, какой вы добрый. Она взяла его за руку, он сжал ее руку в своей. Оставьте меня! Что же в этом дурного? Ведь вы протянули ее утешителю. Вы мне верите в таких случаях и сомневаетесь, когда я говорю вам о любви. Я не сомневаюсь, мой милый друг. Почему такая недоверчивость? Как будто я негодяй, как будто я могу злоупотребить. О, нет! Если бы только у меня было доказательство. Какое доказательство? Такое, которое дают первому встречному, которое когда-то вы давали и мне. И он ей напомнил, что как-то раз они вместе шли по улице в зимних сумерках, в тумане. Давно все это было. Кто же мешает ей появиться под руку с ним совершенно открыто, так, чтобы у нее не было опасений, а у него никакой задней мысли, чтобы никто не мешал им. «Хорошо», ответила она с такой отвагой, так решительно, что Фредерик в первое мгновение изумился. Но он тотчас же подхватил. «Хотите, я буду ждать вас на углу улицы Троншей и улицы Ферм?» «Боже мой!» «Друг мой!» бормотала госпожа арну, не давая ей времени подумать, он прибавил. «Значит, во вторник?» «Во вторник?» «Да, между двумя и тремя приду!» И она, покраснев, отвернулась. Фредерик коснулся губами ее затылка. «Это нехорошо», сказала она. «Вы заставите меня раскаяться». Он поспешил уйти, опасаясь обычной женской изменчивости. Уже в дверях он ласково прошептал, как будто все было решено. «До вторника?» Она скромно и покорно опустила свои прекрасные глаза. У Фредерико возник особый план. Он надеялся, что дождь или палящее солнце дадут ему случай укрыться с ней в каком-нибудь подъезде, и что, зайдя в подъезд, она согласится войти и в дом. Трудно было найти что-нибудь подходящее. Он отправился на поиски и в середины улицы Тронше еще издали и увидел вывеску «Меблированные комнаты». Лакей, отгадав его намерение, сразу же показал ему на антресолях две комнаты — спальню и кабинетик с двумя выходами. Фредерик снял их на месяц и заплатил вперед. «Потом он побывал в магазинах и накупил редчайших духов, приобрел кусок поддельного гипюра, чтобы заменить им отвратительное красное стеганое одеяло, выбрал пару голубых атласных туфель. Лишь опасение показаться грубым удержало его от дальнейших покупок. Он принес все купленное и набожнее, чем если бы ему приходилось украшать престол, переставил мебель, сам повесил занавески, на камин поставил березг, а на комод фиалки. Ему хотелось бы золотом выложить весь пол. «Это будет завтра», вердил он себе. «Да, завтра». «Это не сон». И он чувствовал, как сильно бьется от упоения его сердца, полная надежда. А когда все было сделано, он ушел, спрятав ключ в карман. Точно счастье, дремавшее в доме, могло улететь. Дома его ждало письмо от матери. «Почему тебе так долго нет? Твое поведение начинает вызывать насмешки. Я понимаю, что, готовясь вступить в этот брак, ты можешь испытывать некоторые колебания, но все-таки обдумай». Она сообщала точное сведение. 45 тысяч ливров дохода. Впрочем, уже идут разговоры, и господин Рок ждет окончательного ответа. «Что касается девушки, то положение ее в самом деле неловкое. Она тебя очень любит». Фредерик бросил письмо, недочитав, и распечатал другое, записку от Деларье. «Дружище, груша созрела. Согласно твоему обещанию, мы рассчитываем на тебя. Собираемся завтра ранним утром на площади Пантеона. Зайди в кафе Суфло. Мне надо поговорить с тобой до манифестации. Знаю я их манифестации, слуга покорный. Мне предстоит встреча более приятная». На другой день Фредерик в одиннадцать часов вышел из дому. Ему хотелось окончательно удостовериться, все ли приготовлено. К тому же, как знать, она могла случайно выйти раньше его. Дойдя до улицы Транше, он услышал крики, доносившиеся из-за церкви Святой Магдалины. Он прошел дальше и в конце площади слева увидел людей в блузах и обывателей. Действительно, объявление, напечатанное в газетах, приглашало собраться на этом месте всех, желавших участвовать в банкете реформистов. Правительство почти сразу выпустило обращение, запрещавшее банкет. Накануне вечером парламентская оппозиция от него отказалась, но патриоты, не зная о решении вождей, явились на место сбора, сопровождаемые множеством зевак. Депутация от студентов только что отправилась к Аделону Борро. Она находилась, очевидно, в Министерстве иностранных дел, и никто не знал, состоится ли банкет, осуществит ли правительство свою угрозу, появится ли национальная гвардия. Депутаты возбуждали такое же недовольство, как и правительство. Толпа все возрастала, воздух огласился звуками марсельезы, это приближалась колонна студентов. Они шагали двумя рядами в ногу, в полном порядке, с возбужденными лицами, с засученными рукавами, и время от времени все разом кричали «Да здравствует реформа! Долой, Гизо!» «Конечно, приятелю Фредерико тоже здесь. Они могут заметить его и влечь собою». Он поспешил скрыться за окол улицы Аркад. Студенты, два раза обойдя церковь Святой Магдалины, направились к площади Согласия. Здесь было полно народа, густая толпа издали казалась волнующейся черной нивой. В ту же минуту слева от церкви выстроились в боевом порядке войска. Между тем толпа не двигалась. Чтобы положить этому конец, полицейские в штатском грубо схватили самых задорных и увели в участок. Фредерик, несмотря на свое возмущение, остался в стороне, иначе его могли бы забрать вместе с прочими, и он не встретился бы с госпожой Арну. Немного спустя показались каски муниципальной гвардии. Размахивая саблями, солдаты наносили удары плашмя, упала одна из лошадей, ее стали поднимать, а как только всадник снова оказался в седле, все разбежались. Наступила полная тишина. Мелкий дождь, смочивший асфальт, перестал. Тучи рассеялись, их разогнал слабый западный ветер. Фредерик стал расхаживать по улице Тронше, беспрестанно оглядываясь. Пробило наконец два часа. «Теперь ей пора», подумал он. «Она выходит из дому, идет сюда». Прошла минута. «Она могла бы быть уже здесь». До трех часов он пытался успокоить себя. «Нет, она не опоздает. Немножко терпения». От нечего делать он рассматривал магазины, которых здесь было немного. Лавку книга торговца, сидельщика, магазин траурного платья. Вскоре он изучил заглавие всех книг, все виды упряжи, все материи. Торговцы, заметив, что он без конца ходит взад и вперед, сперва удивились, потом испугались и закрыли лавки. Наверное, ей что-нибудь помешало, и это ее тоже мучает. Зато какая радость ждет их. Она придет, в этом не может быть сомнений, ведь она обещала, и все же им овладела невыносимая тоска. Он вернулся в меблированные комнаты, как будто она могла быть там, нелепая мысль. Но, быть может, в эту самую минуту она идет к нему. Он бросился обратно. Никого. И снова зашагал по тротуару. Он рассматривал трещины в мостовой, отверстия водосточных труб, фонари, номера на воротах. Незначительнейшие предметы превращались для него в товарищей, или, вернее, в насмешливых свидетелей. Ровные фасады домов казались ему беспощадными. Ноги озябли. Он чувствовал себя разбитым, измученным. Звук собственных шагов отдавался у него в голове. Когда стрелка часов показала четыре, он почувствовал головокружение, страх. Он пытался повторять стихи, делать вычисления, придумывать истории. Ничего не выходило. Его преследовал образ госпожи Арну. Ему хотелось бежать ей навстречу, но какой путь избрать, чтобы не разойтись? Он подошел к посыльному, сунул ему в руку пять франков и поручил сбегать на улицу Паради к Жаку Арну, узнать, у привратника дома ли барыня. А сам стал на углу улиц ферм и транше, чтобы видеть одновременно и ту, и другую. Вдали на бульваре двигались какие-то темные толпы. Порой он различал драгунский султан или женскую шляпку, и, чтобы разглядеть ее, напрягал зрение. Оборванный мальчик, савояр, показывавший сурка в ящике, улыбаясь, попросил у него милостыню. Посыльный в плисовой куртке вернулся. Привратник сказал, что дама не выходила. Кто задержал ее? Если бы она была больна, привратник сообщил бы. Какой-нибудь гость? Можно не принимать, чего проще. Он ударил себя по лбу. Какой же я дурак! Все дело в беспорядках! Это простое объяснение его успокоило. Потом он внезапно сказал себе, но ведь в ее квартале спокойно. И страшное сомнение овладело им. Что если она не придет? Если давая это обещание, она хотела только избавиться от меня? нет, помешал ей, наверное, какой-нибудь необыкновенный случай, один из тех событий, которые никак нельзя предусмотреть. Но тогда бы она написала. И он послал слугу из меблированных комнат к себе на дом на улицу Румфорда узнать, нет ли письма. Писем не приносили. Это отсутствие новостей его успокоило. Он начал гадать, беря за примету лицо прохожего, масть лошади, количество монет на удачу выхваченных из кармана, а если предсказание было неблагоприятно, старался не верить ему. В припадке гнева он вполголоса ругал госпожу Арну. Потом наступала такая слабость, что он почти терял сознание, и вдруг снова приливала надежда. Она сейчас появится. Она здесь, за его спиной, и он оборачивался. Никого. Один раз он в шагах в тридцати заметил женщину такого же роста, одетую так же, как она. Он догнал ее, и то была другая. Пробило пять часов, половина шестого, шесть, сжигали газовые фонари. Госпожа Арну не пришла. Минувшей ночью ей приснилось, что она уже стоит на тротуаре улицы Тронше. Она ждала здесь чего-то неопределенного, но значительного, и сама, не зная почему, боялась быть замеченной. Какая-то проклятая собачонка, злясь на нее, теребила ее подол зубами. Собачонка кидалась и лаяла все громче. Госпожа Арну проснулась. Лай продолжался. Она прислушалась. Звук доносился из детской. Она бросилась туда босиком. Это кашлял Эжен. Руки у него были в огне, лицо красное, голос до странности хриплый. Дыхание ребенка с каждой минутой становилось труднее. Склонившись над ним, она до самого утра не спускала с него глаз. В восемь часов барабан национальной гвардии возвестил господину Арну, что товарищи его ждут. Он живо оделся и ушел, обещав сразу же зайти к врачу господину Колло. В десять часов Колло еще не было, и госпожа Арну послала за ним горничную. Доктор оказался в отъезде, в деревне, а молодой человек, заменявший его, ушел навещать больных. Голова Ажена, лежавшая на подушке, свесилась на бок. Брови были нахмурены, ноздри раздувались. Его личико было бледнее простыней, а из горла с каждым вздохом вырывался свист, все более короткий, сухой, бы металлический. Кашель напоминал лай, какой издают игрушечные картонные собаки с группой механизмов внутри. Госпожой Арну овладел ужас. Она бросилась к звонкам, звала на помощь, кричала «Доктора! Доктора!» Через десять минут явился пожилой господин в белом галстуке с седыми, хорошо подстриженными бакенбардами. Он задал множество вопросов о привычках, возрасте и характере юного пациента, осмотрел его горло, приложил ухо к спине и прописал рецепт. Спокойствие этого человека вызывало отвращение. Он напоминал бальзамировщика. Ей хотелось его избить. Он сказал, что зайдет вечером. Страшные приступы кашка вскоре возобновились. По временам ребенок вдруг приподнимался. От судороги грудь напрягалась. При каждом вздохе живот втягивался, как при быстром беге. Потом он снова падал назад, запрокинув голову, широко раскрыв рот. Госпожа Арну с бесконечными предосторожностями пыталась заставить его проглотить содержимое склянок, сироп и пикакуаны, герметизированную микстуру. Но он отталкивал ложку и слабо стонал. Казалось, он пытался выдохнуть какие-то слова. Время от времени она перечитывала рецепт. Примечания к нему пугали ее. В аптеке может быть ошиблись? Собственное бессилие приводило ее в отчаяние. Явился помощник Коло. Это был молодой человек, новичок, державшийся скромно и не утаивший, что мальчик опасно болен. Боясь сделать какую-нибудь оплошность, он не знал на что решиться и, наконец, прописал лед, который долго не могли достать. Затем пузырь с кусочками льда лопнул, ребенку пришлось переменить рубашку. Все это вызвало новый приступ кашля, еще более жестокий. Эжен пытался разорвать воротник рубашки, как будто хотел убрать что-то, что его душило. Он царапал стену, хватался за полок кроватки, ища точки опоры, чтобы вздохнуть. У него посинело лицо, тельце мокрое от холодного пота, словно похудело. Его растерянные, полные ужаса, глаза уставились на мать. Он обхватил руками ее шею, судорожно повис на ней, а она, подавляя рыдание, шептала ему нежные слова любовь моя, ангел мой, сокровище. Потом он затих. она принесла игрушки, поле шинели, картинки, разложила все это на одеяло, чтобы развлечь его. Она пробовала даже петь. Она запела песню, которая когда-то убаюкивала его, запеленав на этом самом креслеце, покрытом ковром. Но вдруг по всему его телу пробежала дрожь, точно волна, которая гонит ветер. Глаза выступили из орбит. Она решила, что он умирает и отвернулась, чтобы не видеть. Спустя минуту она пересилила себя и взглянула. Он был еще жив. Часы шли за часами тяжелые, томительные, бесконечные, и каждая минута была для нее минутой агонии. Кашель, от которого сотрясалась грудь ребенка, подбрасывала его, словно за тем, чтобы разбить. Наконец его вырвало чем-то странным, похожим на пергаментный сверток. Что бы это было, она вообразила, что это кусок кишки, но он дышал теперь свободно и ровно. Это кажущееся улучшение испугало ее больше, чем все остальное. Она стояла, словно окаменев, свесив руки, неподвижно глядя в одну точку. Тут появился коло. Ребенок, по его словам, был спасен. Она сперва даже не поняла и заставила повторить себе эти слова. Не было ли это просто утешением, принятым у врачей? Но доктор ушел вполне успокоенный. Тогда ее овладело такое чувство, как будто веревки, стягивавшие ей сердце, развязались. Спасен? Не ужели? Внезапно мелькнула мысль о Фредерике, отчетливая и безжалостная. То было предостережение свыше. Но Господь в своем милосердии не захотел покарать ее навеки. Если бы она не отказалась от любви, ей жестоко пришлось бы искупить свой грех в будущем. Наверное, сына оскорбляли бы из-за нее, и госпожа Арну представила его себе юношей, раненым на поединке, лежащим на носилках при смерти. Она бросилась к низкому стулу, упала на колени и, вложив в молитву все силы души, принесла в жертву Богу свою первую страсть, свою единственную слабость. Фредерик вернулся домой. Он сидел в кресле, даже не имея сил проклинать ее. Им обладела дремота. Сквозь кошмар он услышал шум дождя, и ему казалось, что он все еще стоит там, на тротуаре. На следующее утро, в последний раз поддавшись молодуши, он снова отправил госпоже Арну посыльного. То ли посыльный не исполнил поручения, то ли ей надо было сказать так много, что не хватило бы слов, но только Фредерик не получил никакого ответа. Это глубоко оскорбило его. В нем заговорили и гордость, и гнев. Он поклялся, что будет подавлять в себе всякое воспоминание о ней, и как листок подхваченной бурей исчезла его любовь. Он ощутил облегчение, стоическую радость, потом жажду деятельности, бурной, кипучей, и пошел без цели бродить по улицам. Жители предместий проходили с ружьями, старыми саблями, некоторые были в красных колпаках, и все распевали марсельезу или жерундистов. На каждом шагу попадался национальный гвардейц, спешивший в мэрию своего округа. Вдали слышался стук барабана. Сражались у ворот Сен-Мартен. В воздухе чувствовалась какая-то приподнятость, воинственность. Фредерик шел дальше. Волнение великого города веселило его. Проходя мимо ресторана Фраскати, он увидел окна капитанши. Дикая мысль пришла ему в голову, проснулась молодость, он перешел бульвар. Запирали ворота. Дельфина горничная углем писала на них «Оружие сдано». А с барыней что творится? Нынче утром она прогнала грума, он ей надерзил. Теперь ей кажется, что всех будут грабить. Она умирает со страху. Да и барин уехал. Какой барин? Князь? Фредерик прошел в бодуар. Капитанша появилась в нижней юбке с распущенными волосами вне себя. «О, благодарю! Ты спасаешь меня уже во второй раз и никогда не требуешь награды!» «Прошу извинить», сказал Фредерик, обвив ее стан обеими руками. «Что такое? Что ты делаешь?» пробормотала капитанша, удивленная и вместе с тем обрадованная таким обращением. Он ответил, следуя политической моде, «Вожу реформу!» Не сопротивляясь ему, она упала на диван. Он осыпал ее поцелуем, и она продолжала смеяться. Остаток дня они провели у окна, глядя на улицу, полную народа. Потом он повез ее обедать к трем провансальским братьям. Обед был длинный, изысканный. Домой пошли пешком за отсутствием экипажей. Весть о смене министерства изменило облик Парижа. Все радовались. Появились гуляющие. От фонариков, которые зажглись на каждом этаже, было светло, как днем. Солдаты возвращались в казармы, измученные и унылые. Их приветствовали криками, «Да здравствует армия!» Они, не отвечая, продолжали путь. Зато офицеры национальной гвардии, красные от восторга, размахивали саблями и орали, «Да триформа!» И слова эти каждый раз вызывали углюбленных смех. Фредерик шутил и был очень весел. На бульвары они вышли по улице Дюфоу. Венецианские фонарики на фасадах тянулись огненными гирляндами. Внизу кишели люди. В сумраке поблескивали штыки. Стоял смутный гул. Давка была такая, что пройти прямым путем оказалось невозможным. Они уже свернули на улицу Камартена, как вдруг за их спиной раздался треск. Точно разорвали огромный кусок шелковой материи. То была пальба на бульваре капуцинок. Подстрелили каких-нибудь буржуа, сказал Фредерик Фредерик вполне спокойно. Ибо в жизни бывает положение, когда человек наименее жестокий настолько оторван от других людей, что даже гибель всего рода человеческого может оставить его равнодушным. У капитанши, цепко ухватившейся за его руку, стучали зубы. Она объявила, что не в состоянии пройти и двадцати шагов. Тогда в порыве утонченной ненависти, чтобы как можно сильнее оскорбить в душе госпожу Арну, он привел Розанетту в меблированные комнаты на улице Тронше, в спальню, приготовленную для другой. Цветы еще не завяли. Гипюровая накидка лежала на постели. Он вынул из шкафа туфельки. Розанетта осталась довольна такой нежной заботливости. Около часа ночи ее разбудил отдаленный барабанный бой, и она увидела, что Фредерик рыдает, спрятав лицо в подушку. «Что с тобой, любимый, это от избытка счастья?» ответил он. «Я слишком долго тебя желал». и «Я с тобой» «Я